Мы будем читать Слово Божие, размышлять. Сегодня мы будем делать обзор книги Руфи. Вот я думаю, что мы все ее прочитали уже давным-давно. Она четыре главы, очень краткая эта книга. В основу я прочитаю текст книга Руф, первая глава, шестнадцатый и семнадцатый стих. Здесь написаны такие слова. Руф 1,16. Не принуждай меня оставить тебя и возраститься от тебя. Но куда ты пойдешь, туда я пойду. Где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою. Один текст. И Евангелие от Матфея, первая глава, пятый стих. Здесь родословие Иисуса Христа. Салмон родил Ваоза от Рахавы. Ваоз родил Авида от Руфи. Авид родил Иесея. Иесей родил Давида, царя. Давид родил Салмона, Саламона и так далее. То есть я прочитал из Нового Завета, где показано родословие Иисуса Христа. И вот родословие Иисуса Христа упоминается Руф. Конечно, из книги Руф слова, вот, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Ну, когда ты пойдешь туда, я пойду. Это слова, наверное, такие Руфи, знаете, обещания, обет. Ну, нельзя сказать клятва. Ну, чуть ли не клятва. С такой вот силой. И так вот она говорит Наимине, Снохе своей. И, знаете, если вот представить, и где ты будешь жить, там и я буду жить, и народ твой будет моим народом. И вот она дает, ну, как бы вам сказать, принимает для себя такую программу жизни. Дает обещания, обет. Обет перед Руф, перед Наименью, да, и даже, по сути дела, перед Богом. А ведь все же может быть. Хорошо мы знаем, что там вот так у нее сложилось все хорошо. А, знаете, жить с чужим народом, жить с чужими родственниками, когда ничего не связывает, понимаете, что это же трудно представить. Здесь мы видим, наверное, идеальнейшее отношение между невестой и Секровью. Это идеальнейшее условие, о которых мы, наверное, все должны, я не знаю, и верить, и молиться, и ожидать, и надеяться. И, наверное, таких же отношений просить перед Богом, чтобы были и между супругами взаимно такие отношения, и между тестями, и зятями, и свекровью, и невестами. И между всеми, и всеми родственниками отношения идеальнейшие, понимаете, идеальнейшие, которым можно, ну, как вам сказать, так по-хорошему завидовать, по-хорошему учиться. И правильно, в чем нету таких отношений, и раскаиваться, и смиряться, и просить, чтобы Бог произвел такие отношения. Такие отношения, потому что это идеальнейший пример добрых, божих, правильных, счастливых, благословенных, или, можно даже сказать, блаженных отношений, которые, ну, по сути дела, из трудностей, скорбей, но дали счастье и для Руфи, и для Наимини. Вот. Об этой книге есть одно такое свидетельство. В 18 веке один такой, ну, он писатель был, Самуил Джонсон. И вот он однажды, где собирались молодые писатели, писатели-клуб, так сказать, в Лондоне, молодых писателей, которые имели такую атеистическую направленность, и он, и читали там свои произведения новые, только что написанные, и в стихах, и в прозе. И вот этот Самуил Джонсон пришел и с рукописи прочитал книгу Руф. Он не говорил, откуда это, как, все там собирались в таком атеистическом. Ну, и, знаете, когда читал человек с рукописи, ну, предполагалось, что каждый там всегда читал только свои произведения, только лично написанные. Ну, и поэтому, знаете, там оказалось, все начали воздавать ему хвалебные такие, хвалить, что какое он отлично написал произведение, как хорошее, какое идеальное, и такое компактное, и так далее. И вот когда все эти восхваления уже окончились, так сказать, он говорит, что это просто из Библии книга Руф. Понимаете, все были в таком разочаровании, никогда-никогда не думали, так сказать, и так далее. Обычно об этой книге говорят, что в ней имя Бог не вспоминается. Хотя в русском издательстве, в варианте, в переводе, вот то, что я прочитал, вот один раз вспоминается имя Бог. А так, знаете, так вот, как будто художественное такое произведение, и даже такое художественное произведение идеалистическое, когда как будто нету никаких скорбей. Хотя на самом деле, понимаете, умер муж, умер сын, умер второй сын, и потеря, ну, знаете, трагедия судьбы. Но вот когда читаешь, там это как-то не заостряется, как-то так бегло-бегло-бегло, и опускается. И такая книга, знаете, разостная, жизнеутверждающая, счастливая. Счастливая, потому что окончание ее счастливое. Или таким стилем написано. Есть разные книги, и есть книги, особенно, когда мы читаем художественные книги, то есть книги пессимистические, которые, знаете, производят вот уныние и трагедию. А есть наоборот, оптимистические, дающие какую-то веру, надежду, дерзновение, ну, счастье, что ли. И вот это по своему сути такая, ну, книга благословенная, благословенная. Значит, четыре главы. Это, по сути дела, книга, которую можно было бы, вот, написать книгу судей. Если мы посмотрим, и мы раньше проходили книгу судей, так, книга судей, там примерно четыре судьи. Девора, Гедеон и Эфай Самсон. Понимаете? И вот все события, которые происходят в книге Руф, это период времени судей. Даже так, в одном из толкований, примерно подсчитывают, что это примерно лет до ста, до воцарения Давида было написано, то есть Руф, прабабушка Давида. Ну, это примерно, как вам сказать, три-четыре поколения, ну, скажем, 75-100 лет. Ну, смотря сколько считать, поколение 30 лет или 25 лет. Это примерно, вот. Или даже примерно, может быть, во время Гедеона. И вот, как в книге судей, вот, каждая история судьи, вот, история Самсона, четыре главы, Гедеона, три главы. Значит, вот ее точно так же можно было поместить в книгу судей, и выглядело бы вот так же, как, допустим, о Деворе, о других. Ну, ее сделали отдельной книгой. Автор точно неизвестен, но все предполагают, что ее написал Самуил. Самуил написал и написал вот в тот период времени, когда воцарился Давид, и Давид был, как вам сказать, вот во власти, в славе, в известности, ну, можно сказать, популярности, в признании всего народа. Вот именно в этот период. Ну, и, наверное, чтобы мы понимали, всегда, когда, ну, приходит раньше царь, сегодня президент, и когда появляется, так сказать, или вообще, скажем, вот сейчас, о Турчинове, которые даже не президент, а исполняющие обязанности, достают все, что угодно. Начинают с детства, и про родителей, и про бабушку, и все описывают, описывают. Вот точно, наверное, тогда, когда стал Давид у власти, и, так сказать, начали изучать, исследовать, откапывать, откуда он, кто он, кем он был, кто его родственник, и так далее. Вот стало известно про, скажем, его, про бабушку Руф, и, соответственно, была написана эта книга. Ну, так большинство считают. И одна фраза здесь повторяется, что в то время, когда не было царя в Израиле. Эта фраза повторяется четыре раза в книге Судей, и эта же фраза повторяется вот в книге Руфи. Дальше, ну, знаете, книга иногда очень имена вот всех, так, очень такие, я не знаю, даже трудно представить, что они на самом деле. Как будто это вот, знаете, когда писатели пишут какие-то книги, ну, сейчас, может быть, реже, но раньше, вот давали имена специально, очень специфическое, специфическое. Вот если мы посмотрим книгу Руф, так, то Елемилех, это муж Наимине, имя означает, если в переводе на русский язык, Бог мой царь, или Бог царь мой. Вот его имя. Наиминь, приятная, сладкая. И вот, когда она вернулась, то она говорит, больше не называйте меня Наиминью, но называйте меня горькою. То есть, вот она дает, как бы, самой себе имя по, по степени переживаний, слез, горя, тех обстоятельств, которые она пережила. Махлон, это старший сын Наимине, муж Руфи. Махлон, перевести на русский язык, болезненный. Другой сын, Хелион, младший сын. А имя означает или слабость, или тленный, или растрачивающийся. Вот такие имена. Орфа, это невеста младшего сына, упрямая. Руф, означает подруга, приятельница, дружественная. Ваос, крепость, сила. Авид, это, ну, ребенок, который, мальчик, сын, который родил Аруф, назвали Авидом, служащий, услужливый. Вот имена такие все, знаете, с глубоким-глубоким смыслом. И пророческие части, понимаете. Вот. Хотя, в общем-то, и в израильском народе имена всегда давали с каким-то смыслом. Хотя, знаете, когда ребенок рождается, не всегда можно вот новорожденным, ну, увидеть, увидеть, или, потому что это надо или увидеть, или иметь, я не знаю, так я скажу, ну, пророческий какой-то дар от Бога, чтобы давать какие-то вот такие вот имена, ну, судьбоносные. Я понимаю, что в отдельных случаях могло так быть, но вот всегда, но вот здесь все имена такие вот, знаете, с глубоким-глубоким смыслом. Ну, и знаете, что? Пришел голод, и она, Наиминь и, значит, Елемилех жили в Вифлееме. Ну, обычно это слово для нас ничего не значит, но если перевести на русский язык название Вифлеема, это, знаете, дом хлеба, вот город хлеба, земля хлеба, а Моавитские поля, Моавитские поля, это обычно, знаете, что представляли, ну, в Библии больше известно, Моавитская пустыня, это пустыня. И вот если сказать, вот они из Вифлеема отправились на поля Моавитские, из дома хлеба, по причине голода пошли в пустыню. Вот смысл передать. Когда мы говорим, из Вифлеема отправилась на поля Моавитские, мы ничего не понимаем. А если в смысл думаться, из дома хлеба, из земли плодородия ушла в пустыню. Понимаете? Вот. Если мы посмотрим, допустим, вот пришел голод, вот что нужно делать во время голода? Если мы посмотрим, ну, скажем, Библию, первый голод, который мы читаем, был во время Авраама. Пришел голод, и Авраам услышал, что есть хлеб в Египте, и пошел в Египет. Понимаете? Правильно Авраам сделал или нет? Неправильно. Почему неправильно? Была, знаете, заповедь Аврааму. С самого начала. Какие заповеди? Выйди из земли, раз, выйди из родства, два, пойди в землю обетованную, и я хочу дополнить, живи там. Вот живи там, землю обетованной. И как надо жить? Верою. Вот Авраам, Бог повел, и Авраам должен был верою, надежде, что Бог поможет, сохранит, защитит, сохранит, защитит от болезней, сохранит от врагов, от всяких нападений соседних племен, и сохранит от голода. И это было от Бога, ну, испытание веры. Вот поверит он, или начнет искать каких-то человеческих, ну, помощи, опоры, благополучия, и так далее. Начнет надеяться, ну, на что-то такое человеческое. Ну, и вот этому испытанию Авраама не хватило веры. Не хватило веры, что лучше я пойду в Египет, там вот нету голода, и там будет все хорошо. И пошел, и это для него было, ну, большими приключениями для него, большими, скажем, скорбями, тяжестями для его семейной жизни, и взаимоотношения с женой, и потом между его детьми. И это осталось, скажем, как вам сказать, вот после Авраама сейчас прошло сколько? 4 тысячи лет. И вот остается, вот из-за этого, что у него тогда не хватило веры, и верою жить в земле обетованной, как сказать, Бог, а понадеялся, вот, на что-то человеческое, понимаете, вот сейчас войны у потомков Авраама между Измаилом и между Исааком, то есть между израильским государством или народом, и исламскими народами. Вот, вот видите, какие последствия и для него было, понимаете, и наоборот, чтобы мы понимали, вот если бы он остался, понимаете, остался, это было для Авраама, ну, как вам сказать, упражнение, ну, тренировка, возрастание, верою прожить, вот верою прожить, верою, что Бог всемогущий поможет сохранить и защитит, понимаете, что, и так далее. Это вот одно. Ну, второй раз голод вспоминается в книге Бытия, 26 главе с первого стиха, это там про Исаака, был голод во время Исаака. Что он сделал? Пошел в землю филистимлянскую к царю Герару и тоже, ну, как вам сказать, начал, примерно начал повторять путь отца своего Авраама. Хотя, как только он пошел в землю, а может, даже и не пошел в землю филистимлянскую, потому что было откровение Исааку, не ходи в Египет, предупреждение, наверное, он думал пойти в Египет, но Бог явился ему и не ходи в Египет, но он пошел, так сказать, в землю филистимскую, то есть это, ну, скажем, ну, не так далеко, близко, может быть, но все равно вышел из земли обетованной, так сказать, за ее пределы, вот, ну, там больше подробно не описано. Ну, и дальше был, вот, голод во время судей, опять, может быть, это был голод, тот самый голод, который был во время Гедеона, потому что был голод во время Гедеона, но голод во время Гедеона был, скажем так, не от, не урожая, от того, что были постоянные набеги завоевателей, и они вот специально, искусственно создавали голод Израиля, каким образом, пастбище, то есть, посеянные, скажем, посеянные все, ну, пшеницу, или там, какое еще, зерновые, стаптывали скотом, скотом, и пасли скот, нарочно, понимаете, что был голод, и вот по такой причине, но это может быть, было этот, а это может быть другой, еще был голод, позже, во время Давида, Давид был царем, и был голод, три года, кажется, голод, и что Давид сделал? Попросил Бога, попросил Бога, почему голод, и что делать от этого голода, как спасаться, вот видите как, это, это, наверное, вот знаете, ситуация для нас, если у нас на работе проблемы, если с деньгами проблемы, в принципе, любые проблемы, в семье проблемы, что надо делать? Вопрошать Бога, Господи, почему это, за что это, для чего это, и как в этой ситуации поступать, понимаете, что? То есть, я задал разные вопросы, потому что нельзя говорить, что вот, за что это, может быть, это вообще не за что, а для чего-нибудь, а может это, как вам сказать, вот просто для, ну как, упражнения, тренировка, как мы, допустим, детям даем задачки, в школе дают задачки, за что дают задачки, не за что, а для чего, чтобы умные были, чтобы росли, и точно так же и Бог может, но причины разные быть, но когда есть проблема, вот здесь мы видим у Давида проблема, голод, понимаете, голод несколько лет, и он задает вопрос, и он получает от Бога ответ, а это за то, что Саул умершлял и усеял, гаванитян умершлял, гаванитян, то есть, это было племя, которое должны были во время Моисея Иисуса Новина истребить, но они, как вам сказать, надели очень старую одежду, это племя, взяли старые хлеба, которые засохли, заплеснели, и пришли и сказали, мы очень издалека пришли, вот пока шли, и одежда даже износилась, это несколько месяцев, и обувь износилась, и хлеб засох, высох полностью, мы услышали, что вы идете, и хотим заключить с вами мир, Иисус Новин заключил мир, правильно он сделал или нет? Знаете, там написано, мир заключил, а Бога не вопросил, понимаете, по-человечески все правильно, а самое главное, с Богом не посоветовался, с Богом не вопросил, это опять же наставление для нас, вот что бы казалось, вот сто процентов правильно, ну сто процентов, вот точно так надо делать, что надо делать, Бога спросить, Господи, ну по-человечески все правильно, все хорошо, так вот надо делать, но ты вот открой, скажи, делать так или не делать, и по любому вопросу, кажущемуся, так сказать, вот, ну что, все правильно, все равно необходимо вопрошать Бога, почему, а кто его знает, какой может быть, я не знаю, обман, лукаоство, или что дальше может, ну, произойти в будущем, но на все, на все, как вам сказать, решения, на все планы, на все проекты, на все, понимаете, всегда необходимо вопрошать Бога, я знаю, что не однажды мне приходилось, когда кто-то спрашивает каких-то советов, и вот уже, как говорится, совет готов, и с той я понимаю, что сто процентов правильно, а потом раз, в некоторых случаях, вопрошаю Бога, Господи, ну молитва, и начинает что-то открываться, что все неправильно, потому что есть какая-то одна, ну причина, одно обстоятельство, одно условие, которое все это может, ну делает неправильным, поэтому пусть поможет Бог, вот нам так вот подходить, и не делать такой поспешности, или по сути дела греха, то есть что мы понимали, когда мы принимаем какое-то решение, но Бога не вопросили, или вопросили, знаете, как Валаам, как вам сказать, он Бога вопрошал, а сам делал то, что хотел, он Бога вопрошал, а у самого была программа своя, цель своя, и метод, и свое делал, понимаете, можем точно так же и мы, Бога вопрошать, а делать то, что я хочу, то, что мне хочется, тут надо Бога вопросить, и ждать ответ, и получить ответ, и даже если он, ну не такой, как я хочу, ну дай Бог силы смиряться, так вот, Давид вопросил, во время голода, и был ответ, а это потому, что Саул истреблял гаванитян, и вот знаете, что, Давид же мог здесь, что сделать, ну истреблял Саул, вот плохо, что не истребил, вот сколько их осталось, и этих надо истребить, и он же имел силу, понимаете, и легко мог это сделать, а он что пошел, пошел к этим гаванитянам, язычникам, далеким от Бога, через которых, вот у них, голод, и знаете, что начал просить, благословите, благословите меня, и что вам дать, чем вас, ну как вам сказать, купить, задобрить, что сделать для вас, и они говорят, вот надо, чтобы восторжствовала справедливость, вот за то, что Саул умерплял, из-за его потомства надо казнить семь человек, и Давид смирился, смирился, так сказать, и покорился, и выполнил это условие, чтобы они благословили, то есть, вот смотрите, вот в этом случае, голод был за грех Саула, и прошло, ну, я не считал, сколько лет, ну, несколько лет прошло, так сказать, лет, я думаю, что лет, может, до десятка, и потом было вот такое наказание, то есть, здесь вот они через этот голод откопали Давид грех, и за этот грех сделал, ну, так скажем, возмездие, и освобождение от этого греха, и благословение, так вот, что там, я думаю, надо было делать, вот Руфи, ну, как, ну, молиться к Богу, что делать, как делать, искать какого-то благословения, и прожить верою, в Писании здесь не сказано, муж первый пошел на Мавицкие поля, или это было, ну, как вам сказать, наемине решение, понимаете, не описано ничего, но они пошли, из разных толкований говорится о том, что эта семья была, очень богатая, и Елемилех был, ну, как один из старейшин города, ввиду своего авторитета, известности и богатства, то есть такой, как один из старейшин города, и вот они ушли, ушли, чтобы, знаете, кажется, легко решаются все вопросы, не будет никакого голода, и проживем, и вот дальше, через 10 лет, когда она вернулась, весь город пришел в движение, почему весь город пришел в движение, я думаю, город был в движении, когда 10 лет она уходила, потому что, ну, я представляю, знаете, когда первые люди из наших баптистских церквей уезжали в Америку, вот, ну, какие между верующими, кто-то одобряет и благословляет, кто-то возмущается и протестует, и не знаю что, и чуть не готов там суды божие призывать, очень по-разному, особенно первые, понимаете, и споры, и разногласия, и большие споры, и так далее, ну, и, наверное, там точно такие же были споры, и когда она вернулась, я хочу подвести итоги, вот люди в этом городе, где жила Грифлиемия, остались на голод, остались на голод, и что они через 10 лет, они живы, и дети живы, и сыновья живы, и мужья живы, и живут, и никаких трагедий, и она ушла, чтобы спастись от голода, получила спасение или нет? Не получила спасение, наоборот, голод там догнал, и не знаю, голод или болезни, или что, и муж умер, и сын умер, и второй сын умер, и она вернулась, так сказать, ну, как вам сказать, и старая, и бедная, и нищая, и несчастная, и, как она сказала, горькая. Понимаете, что? Я что хочу на этом примере? Что пусть Господь поможет нам всегда спасаться. Какая не есть беда спасаться? Господи, что делать? Как делать? И разные человеческие пути, ну, очень осторожно, к нему относиться, чрезвычайно осторожно относиться. Ну, а дальше мы видим, возвращается, возвращается, Наиминь приняла решение вернуться, и Руф идет с ней. Почему она идет с ней? Я думаю, что, как вам сказать, для Руфи, Руфа уверовала в Бога Израилева, вот, слушая, ну, рассказы Наимине, о вере, о, ну, законе Божьем, о служении Богу, о всех чудесах, о казнях, которые совершал там Бог, вот она увидела этого Бога, поняла этого Бога, ну, не знаю, и полюбила, убоялась, понимаете, это вместе все, и вместе, когда человек, есть такое в Новом Завете, благоговение, это смесь страха перед Богом и любви перед Богом, и вот где-то у нее, вот она поверила этому Богу, доверилась этому Богу, и выбрала Бога, этого, понимаете, и, наверное, верою в этого Бога, Бога Наимине, Бога Израилева, она вот такие говорит слова, так решается, надеждой, что Бог поможет, поможет, поможет. Ну, и дальше, мы, наверное, видим, она приходит, и, знаешь, вот с этого момента, но на самом деле ей Бог помогает, потому что она приходит, вернулись они во время жатвы, и, как вам сказать, вот вернулись, и две женщины, и, как вам сказать, и никакого пособия нету, никакой помощи экономической нету, и дальше, как жить? Ну, в Израиле был обычай, всегда во время вот, края жатвы поля, не жать, оставлять, бедным пришельцам, несчастным, и так далее, понимаете, что, и можно было вот собирать, вот рвать колосья на этих остатках поля, ну, знаете, что, если кто наблюдал, когда раньше сели, вот края поля, всегда там урожай более слабый, то ли картошки, то ли ржи, ну, почему-то там затоптали, то там скот зашел, и такие вот, а края поля, значит, вот, даже было в законе Моисеева, значит, оставлять для пришельцев, для бедных, для нищих, и вот она попала, пошла собирать, и попала как раз на поле родственника, Ваоза, то есть, это не было, никто-то ее не учил, не посылал, ни Руф, не узнавала, но это как будто случайно, но это водительство Божие, это было водительство Божие, дальше мы узнаем, мы что можем увидеть, ну, трудолюбие ее, то есть, она собирала, собирала, очень сильно собирала, наверное, целый день собирала, и Ваоз обратил внимание на нее, на это, расспросил своего, ну, скажем, приказчика, кто это, и тот рассказал, рассказал, что это вот невестка Руфи, невестка Наимини, когда Ваоз узнал, то он дал распоряжение, чтобы она могла и пить, могла и кушать вместе со всеми, кто убирает, и так далее, ну, дальше мне хочется, знаете, что обратить внимание, вот Наими, Руф, очень слушалась Наими, очень-очень слушалась, и, наверное, ну, сколько лет, вот мы представляем, было там, Руфи, я не знаю, если она вышла замуж лет, ну, 20, или это, я не знаю, я так в среднем возьму, хотя она могла выйти замуж, ну, скажем, от 16 до 25 лет, ну, скажем, если они, вся история, вот, книги Руха, хватывает 10 лет, то есть ей могло быть, ну, скажем, от 26 лет до 36, я беру самые крайние, вот, такие, так сказать, этапы жизни, вот таком она могла быть в возрасте, вот, и она слушается, и она слушается, что, как делать, и мы видим, что здесь, когда Наиминь узнала, то она ее учит, учит, как себя вести, ну, и в Израиле в то время был такой обычай, он нам может показаться очень странным, и об этом даже не обычай, а закон, который в литературе называется «Левьератный брак», «Левьератный брак», так в богословии, истории называется, я об этом прочитаю в книгах Терозакония, 25 глава, с 5 стиха и далее, здесь 5 стихов, «Если братья живут вместе, и один не умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену и жить с нею». Ну, деверь – это брат умершего, родной брат, младший брат, и первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к воротам, к старейшинам, и скажет, «Демер мой отказывается восстановить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне». Тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его, и если он встанет и скажет, «Не хочу взять ее», тогда невестка его пусть пойдет к нему в глазах старейшины и снимет сапог его с ноги его и плюнет в лицо его и скажет, «Так поступает с человеком, который не созидает дома брату своему, и нарекут ему имя в Израиле «Дом Разутова». Вот был такой закон. Мы сегодня по-разному можем относиться, и нам не все понятно, и большинство кажется чуждо и так далее. Но, знаете, этот закон, как вам сказать, давал определенную социальную защиту от общества для всех молодых женщин, которые остались без мужа. Вот муж умер и так далее. И этот закон давал им такую социальную защиту статус, так сказать, и устройство потом в жизни и так далее. И вот Наимин знает этот закон, она учит РУФ, чтобы, как вам сказать, ну, по обычным толкованиям ВАОЗу было, ну, где-то, я не готов сказать, там, за 70, что ли, лет. И были родственники более молодые, более симпатичные, ну, более, ну, как, знаете, человек молодой, интересный. Вот. И она, вот, послушалась РУФ Наимине, смирилась и пошла к нему, как советовала и так далее. Вот, ну, знаете, что есть в Библии два случая, когда девушки молодые выходили замуж. Вот РУФ, которая слушалась старую-старую свою сноху. И есть Сфир, которая тоже была молодая и красивая, и симпатичная, и самая красивая, скажем, царствия, и слушалась, как одеться, как, вот, представлять себя Мордахея, который был старый, ну, дедушка. И она слушалась. Это примеры. Понимаете, примеры. И этих двух девушек, ну, скажем, была устроена семейная жизнь и счастливой, благополучной. Мне хочется привести, что они обе не слушались молодых, не поступали как сверстницы, а не слушались старых, пожилых, ну, божьих людей, и Бог благословил. Понимаете, потому что сегодня, ну, молодежь готова слушаться сверстников своих, верующих или неверующих, ну, поступать, как подсказывает здравый смысл, а здравый смысл в большинстве случаев это влияние мира сего, влияние, как неверующие поступают, а дай Бог всегда иметь вот таких разумных, разумных, бывалых, бывалых, ну, я готов сказать даже старых, верующих, которые вот знают Бога, понимают Бога, и, может быть, советы будут выглядеть не очень хорошими, но Бог будет вас совять, потому что советы должны быть по Писанию. Ну, дальше мы видим, понимаете, Бог устраивает его жизнь, и, наверное, вся эта вот книга, это, как вам сказать, прообраз, вот, руф, это прообраз церкви, и вот мы видим руф, язычница, чужая, далекая, бедная, нуждающаяся, и она приобретает счастье, вот всякое устройство, и статус, и гражданство, и материальное положение, и сын, и социальное положение, понимаете, и она приобретает, это вот прообраз, ну, как вам сказать, церкви, которую Христос собирает из людей далеких, бедных, незнатных, неталантливых, простых, грешных, и рождаются, и дает благословение, и они идут за Богом. Ну, и еще, знаете, что вот, Руф сказала такие слова, вот я, те, которые читал, что, ну, куда ты пойдешь, туда я пойду, где ты жить будешь, там и я буду жить, и народ твой будет моим народом. Вот в Писании, по всем Писании, вот этот текст, Бог когда-то сказал Аврааму, выйди из родства, из дома отца, из земли, и иди за мной, и пойди за мной, и ходи передо мной, и вот Авраам за это, что он так послушался, вот он назван отцом всех верующих. Вот, Руф делает то же самое, ну, те же самые слова говорит. Она оставляет свой народ, оставляет свою землю, оставляет своих родственников, оставляет, ну, скажем, друзей юности или детства, оставляет свою землю и идет за Богом. И знаете, каждый, каждый верующий, рожденный свыше, это тот человек, который готов идти за Богом и действительно оставляет, оставляет всех и все, и идет за Богом. И Христос для него главнее всех, и друзей, и родственников, и образования, и, я не знаю, и материальных ценностей, и так далее. И только такие верующие останутся со Христом, будут со Христом, и такая церковь. И каждому, каждому из нас приходилось это пережить или придется пережить, когда надо будет выйти из родства, из дома родителей, из земли, из всей той жизни, из сверстников, и пойти за Христом, и остаться верным Христом. И это вот пример, вот Руф, ну, для нее, может, как-то было более ярко, для нас это не так ярко, не может, ни в один раз, но разные эпизоды жизни, разные сферы жизни, но мы все переживали или будем переживать, когда надо будет избрать Христа, заповеди Божьи, и остаться с Ним, и быть верным Ему, а не что-то, ну, как вам сказать, материальное, выгодное, и так далее. Мы сейчас будем заканчивать, заканчивать такой молитвой, чтобы Бог помог нам, вот, брать пример с Авраама, брать пример с Руфи, так и дольше, чтобы мы понимали, точно так же поступил Иисус, вот Он, как Сын Божий, оставил Отца, оставил, ну, благополучие неба, славу неба, понимаете, и пришел за Церковь, и Он, по сути дела, ну, делает это же самое, и это пример для нас, для нас пример, чтобы мы вот так шли за Христом и служили Его, Ему, и были с Ним, по возможности, мы преклоним колени и помолимся. Слушай и назидайся.